Артур Викторович, я вас еще раз приветствую и, наверное, хотелось бы начать сразу с темы нашего разговора, с того, для чего, собственно говоря, мы с вами связались. Это, конечно же, событие, которым приковано сейчас внимание всего мира, событие, которое происходит на Ближнем Востоке. И хотелось бы сразу узнать ваше мнение, почему вот этот конфликт, который продолжается уже не один год и даже не десятилетие, почему он сейчас именно вспыхнул, что послужило вот этим камнем преткновения? Ну, это он вспыхнул раньше, просто сейчас активная фаза идет. Вот другое дело, что нынешняя активная фаза, она продиктована рядом позиций, которые имеют субъективную составляющую и объективную. Начнем с объективных. Первое. Оружие стало намного дешевле. Оружие легче доставляется на Ближний Восток, оружие доставляется легче в любой континент мира. Такова ситуация, к сожалению, такова данность. Девальвация вооруженного конфликта, его начало, его продолжение, она стала очевидной на примере украинского конфликта. Сегодня уже не секрет, что часть вооружения, которое отправляли американцы на Украину, оно попало именно в этот регион, оно туда попадает довольно долгое время, оно еще до конфликта попадало. Украинская система, связанная с поставкой вооружения, не охватывает часть Африки, часть даже Балкан. Поэтому это вот первая такая объективная составляющая. Вторая объективная составляющая, собственно, Хамас укрепился. Хамас стал в определенном смысле реальной политической и военной силой. Помимо политики стало еще и военное крыло Хамас довольно сильно усиливать свои позиции. На этом фоне одно из основных предпосылок, серьезных предпосылок, это внутренний, многомесячный, такой перманентный конфликт в Израиле по поводу судебной реформы. Нетаньяху и его политика реформ, связанная с судебной реформой судебной системы, вывела на улицы Тель-Авива, Акшелона, даже части Иерусалима, многие-многие сотни тысяч людей. Такого протеста в Израиле не видели давно. Вот такого массового протеста. Внутренний раскол израильского общества, еврейского общества показал Хамасу, что нужно действовать именно сейчас. Вот этот момент наиболее выгодный. Еще одна предпосылка, ну это такой субъективная уже составляющая, потому что политика реформ связана непосредственно с Нетаньягу. Помимо Нетаньягу, еще можно акцентировать внимание на излишнем акценте израильского государства, а именно армии обороны государства Израиль, на электронных составляющих контроля, связанных с проникновением из-за границы, в частности с территории подконтрольных Хамасу и с территории сектора Газа, прежде всего проникновению таких небольших групп, которые имеют довольно компактные формы инициации конфликта. То есть они легко вооружены, легко проникают, и электронный контроль, как показала практика, здесь не действует. На протяжении многих лет шла апробация этого проникновения, и вот сейчас это происходит в активной фазе. Еще одна предпосылка, безусловно, это довольно серьезная составляющая, связанная с появлением довольно серьезной ракетной базы у Хамас. Такого прецедента не было. Посмотрите, методично, десятилетия за десятилетиям, год за годом наращивалось вот это взаимодействие Хамас с Ираном по поводу того, чтобы технически оснащенной стала вот эта структура, связанная с военным крылом движения Хамас. Еще одна предпосылка, очень важная и ключевая, это усиление позиций Ирана в целом. Иран — это основной противовес государству Израиль, не только на Ближнем Востоке, но и в целом в мире. Это серьезный раздражитель для государства Израиль, Иран. Поэтому то, что Иран выстоял в результате серьезнейших акций, показало то, что это определенный пример. Для Хамаса, для сектора газа Иран стал таким серьезным премьером, который мог в одиночку противостоять довольно серьезному ресурсу в лице западной коалиции. Вопрос, который, наверное, волнует всех и интересует всех, это как вот эта известная, возможно, самая известная спецслужба в мире, МОСАД, она провалилась. Почему они не узнали и прозевали такую вспышку? Ну, это не совсем функционал МОСАД, потому что МОСАД — это разведка, это действия за пределами. Там есть ряд других подразделений, которые действительно провалились, которые связаны непосредственно с армией. А МОСАД — это система безопасности, система, так скажем, ну, система безопасности в контексте такой конституционной составляющей, то есть охрана конституционного государственного строя. В этом плане внутренних угроз рождено не было, все, что исходило в плане угроз, исходило извне. Поэтому здесь это не совсем провал МОСАДа, хотя, ну, не совсем провал, но, безусловно, и недоработка. В этих условиях, знаете, уже прошли времена, когда серьезные структуры, вот серьезные мировые структуры могут реально влиять на ситуацию. Это вот аналог с XIX веком можно провести, когда сильная Российская империя, сильнейшая, которая могла побеждать в войнах, но ее небольшая группа народовольцев-террористов дезориентировала и дезинтегрировала. Семь покушений на императора, и седьмое удается. А это группа, состоящая из 30 человек. Вот посмотрите, группа, состоящая из 30 человек, в XIX веке изменила фактически во многом ход истории и совершила покушение на государя-императора. Здесь то же самое. Не обязательно должна быть серьезная сила, противостоящая такой структурированной, мощной, забюрократизированной организации, как МОСАД или Армия Обороны Государства Израиля. Это могли быть пассионарии, которые готовы принести себя в жертву ради идеи. Вот таких много. И таких будет еще больше после сегодняшнего давления на сектор газа. Это доказывает историю. Как вам кажется, в прошествии нескольких дней или, может, даже недель, случится вот этот уже открытый конфликт. Мы видим, что и Сирия уже активно участвует, и Сливана. И насколько возможно, что Израиль начнет воевать на нескольких фронтах уже активно? Цель вот этого конфликта в геополитическом плане – это изменение геополитических условий. Изменение геополитических условий возможно лишь в одном случае – если будет в конфликт вовлечен Иран. Иран – это один из самых сильных наряду с Саудовской Аравией игроков. Ну, Саудовская Аравия сегодня, она занимает, мягко говоря, нейтральную позицию. Иран открыто поддержал, ХАМАЗ поддержал сектор газа. Это пока политическое заявление. Вот как американцам, европейцам удастся вовлечь в этот конфликт Иран, от этого будет много зависеть, как он будет разрастаться, в какую плоскость перейдет конфликт. Однозначно он в таком состоянии не будет оставаться. Эта нынешняя форма, она не будет результат дающей. Результат дающей будет или усложнение конфликта, его эскалация, или замораживание. Других вариантов нет. Но, опять-таки, иранская позиция здесь ключевая. Как вам кажется, какой самый наиболее вариант развития событий? Оптимальный или реальный? Реальный, возможный. Ну, сегодня и заявление, и действие Цахала, заявление действия Нитанияху, практически всех политически влиятельных сил в Израиле, указывает на то, что остановки не будет. Израиль пойдет до конца и будет уничтожать всю инфраструктуру практически всех лидеров. Это аналог Мюнхена 1972 года, когда сборная Израиля, приехавшая на Мюнхенскую Олимпиаду, была практически полностью уничтожена. И Голдомейер не успокоилась, пока каждый из террористов не ответил за это. Вот примерно то же самое, на мой взгляд, пока, по крайней мере, по накалу демонстрирует. Во-первых, израильское общество очень сильно сплотилось, оно стало монолитным. Это произошло в течение нескольких часов. Во-вторых, элита и народ здесь в плане единства доказали свою эффективность и дееспособность в плане противостояния и уничтожения всей инфраструктуры. Под уничтожением инфраструктуры, конечно, идет давление на мирное население. Это тоже факт. Это никуда не подевать, это никуда не денется. Но, на мой взгляд, посмотрите на одно из первых заявлений государственных лиц Израиля. Они сказали, что со времен Холокоста такого количества евреев не убивалось. Это уже посыл. Это уже посыл, который звучит всему миру. Звучит Вашингтону, звучит союзникам Брюсселя. И главный посыл, это то, что армия государства Израиля уже готова применять, если изъясняться европейскими лицемерными терминами, непропорциональную силу. Буквально сегодня прочитал новость, даже не новость, это заявление о том, что уже 12 российских граждан были или убиты, или взяты в плен, или считаются пропавшими без вести. Фактически их, наверное, больше, но официальные данные пока такие. Как вам кажется, какая судьба ждет остальных граждан России? То есть многие страны уже заявляют то, что они или чартерными рейсами будут вывозить, или какими-то другими путями. Вот что будет с гражданами России? Ну, пока МИД никаких действий и Министерство обороны, и Министерство МЧС не предпринимали. Здесь есть одно осложнение. В контексте российско-украинского противостояния Израиль на стороне Украины идет такая помощь Украине. И в этих условиях трудно очень предвлекать, на какой уровень выйдут эти отношения. Хотя, знаете, что в 1988 году, когда в городе Орджоникидзе, нынешнем Владикавказе, захватили школьников, которые были на экскурсии в типографии, и потом их захватила группа Якшиэнса, Якшиэнс же потом вылетел в Израиль, где был взят под стражу. А дипломатических отношений на тот момент не было. Даже дипломатических отношений. Но государства нашли в себе волю и силу для того, чтобы передать террористов группу Якшиэнса обратно в Советский Союз тогда. И их здесь судили, присудили им в довольно серьезные сроки. Вот может быть, тут здравый смысл возобладает, и амбиции политические отойдут на второй план. И может быть, действительно, будет организовано, как это для сильных государств, характерная эвакуация своих граждан. Вот сейчас буквально еще стало интересно мне, как вам кажется, возможно ли вообще такое при заморозке конфликта, что все-таки будет создано палестинское государство? Или это невозможно, и это утопичная мысль? Сейчас второго Сталина нет, потому что в 1947 году Сталин сыграл ключевую роль в образовании еврейского государства. Сейчас нужна такая же конфигурация, такая же предпосылка. Хотя заявление российских властей однозначно указывает на то, что если кто-то хочет стабилизации, то нужно действительно из палестинской автономии сделать палестинское государство. Что, в принципе, согласно действующим международным стандартам и действующим договоренностям, которые были в 20 веке, вполне реально осуществить и целесообразно осуществить. Но, опять-таки, позиция основных держав, имеется в виду европейских и американской державы, указывает на то, что нет политической воли для того, чтобы этому способствовать. Продолжение следует...